В Xiaomi создали гаджет для управления умным домом силой мысли. В Китае собрали беспилотник, работающий только на солнечной энергии. Маховик позволил роботу удержаться на одном колесе. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале InStarting Новости. Досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Компания Xiaomi показала прототип нового гаджета с функцией обработки мозговых волн. Электронная повязка Migu Xiaomi Headband крепится на голове пользователя и позволяет управлять умным домом с помощью силы мысли. Устройство разработано на третьем хакатоне Xiaomi, внутреннем мероприятии, в рамках которого инженеры придумывают и воплощают перспективные концепты. Новая платформа может стать удобной альтернативой голосовым командам. Migu работает в паре со смартфоном, подключаясь к нему через Bluetooth. Когда пользователь надевает повязку, массив из трех датчиков начинает отслеживать его мозговую активность, транслируя данные на смартфон. Последний расшифровывает и интерпретирует сигналы, передавая команды на устройство домашней экосистемы. Сценариев применения у нового гаджета может быть множество. Например, владельцу Migu будет достаточно лишь подумать о том, что ему жарко, чтобы система отправила команду к кондиционеру и понизила температуру на пару градусов. Или если пользователь захочет выпить кофе, он сможет передать соответствующую команду кофейной машине, не вставая с дивана. В перспективе технология позволит выполнять множество действий по дому, связанных с электроникой, просто думая о них. Громоздкость повязки вызывает вопросы, но это явно временное решение на этапе прототипа. Рыночный продукт, если он появится, будет намного более элегантным. На дороге Китая выехал беспилотный автомобиль, работающий исключительно от солнечной энергии. Новый автомобиль был собран за пять месяцев совместными усилиями 42 компаний и трех университетов. Сообщается, что машина, которая впервые была представлена на Всемирной разведывательной конференции, использует солнечные панели и уже находится в поездке по Китаю. Разработчики сообщают, что в новой модели используется система автономного вождения четвертого уровня. Для зарядки автомобиля используются солнечные панели площадью 8,1 квадратных метра. Это больше, чем у любого из других известных автомобилей такого типа. В солнечные дни такая система может обеспечивать выходную мощность 7,6 кВт-часов. Автомобиль также оснащен аккумуляторной батареей с плотностью накопления энергии 330 Вт-часов на килограмм. Пока нет достаточной информации, чтобы оценить, насколько хорошо работает система автономного вождения. В видеоролике автомобиль движется по пустым дорогам. Автоматизация четвертого уровня – довольно сложный процесс. На создание автомобиля, которому ни в каких ситуациях не потребуется вмешательство пилота, у таких компаний, как Tesla и Waymo, уже ушли годы. Немецкие инженеры разработали робота с симметричной нестабильной конструкцией, с двумя колесами-маховиками. На одном он ездит, а другое используют для поддержания баланса. Разработчики предлагают использовать его как платформу для тестирования сложных алгоритмов управления роботами. Робот имеет довольно небольшие размеры – 16 на 22 сантиметра, а масса составляет 1,4 килограмма. Инженеры посчитали, что для баланса крутящий момент мотора должен составлять 0,83 ньютон-метра. И выбрали бесколлекторный двигатель с моментом 1,3 ньютон-метра. Во время работы робот использует нижнее колесо как колесо для движения вперед и назад, а верхнее – как маховик, помогающий ему не падать вбок и поворачивать. При этом, поскольку конструкция симметрична, каждое колесо может выполнять обе функции. Все зависит от того, в каком положении находится робот в текущий момент. По бокам у робота есть 8 выступов, на которые он может опираться при падении или выключении. Эксперименты показали, что он может удерживать баланс даже при сильных толчках, а мощности мотора хватает, чтобы встать на колесо, даже если робот лежит на боку. Аккумулятора робота хватает примерно на 20 минут работы. Система Univave 200 австралийской компании Wave Swell Energy использует пропускное отверстие для изменения давления воздуха во внутренней камере, чтобы за счет этого движения вращать турбину и вырабатывать электроэнергию. Результаты полного года испытаний показывают превосходную производительность. КПТ тестовой платформы составил 45-50% для различных волновых режимов. Univave – плавучее сооружение, которое можно отбуксировать в любую прибрежную зону и подключить к местной энергосети. Она сконструирована таким образом, чтобы жидкость проникала в специально разработанную бетонную камеру под действием колебания уровня воды. От этого давление воздуха в камере повышается, и воздух с силой выходит через клапан. Затем, когда вода отступает, в помещении возникает вакуум, который засасывает воздух обратно через турбину. Полученное электричество по кабелю поступает в энергосеть. По словам инженеров, выгодное отличие системы от прочих волновых генераторов заключается в том, что Univave перерабатывает энергию всего столба воды, который попадает в камеру, а не только той части, которая находится на поверхности водоема. В то время как в западных странах энергия дорожает, и люди пересаживаются на велосипеды, жители Африки покупают по 3,5 миллиона мотоциклов в год, а к 2030 году это число, по прогнозам, возрастет до 10 миллионов. Легкий и дешевый мотоцикл – идеальное средство перемещения там, где нет асфальтированных дорог, общественного транспорта и большой сети заправок. Специально под эти условия компания Ром из Найроби создала свой первый электрический мотоцикл. Модель Ром Эйр имеет предельно простую конструкцию, наполненную дешевыми и удобными в ремонте узлами. Широкие колеса для перемещения по бездорожью, огромный багажник и аскетичный дизайн. Главная особенность – это рабочая лошадка для поездок на небольшие расстояния, до 90 километров на одном заряде батареи на 3,24 киловатта часов. В конечном пункте опустевшая батарея заменяется заряженной и можно продолжать работу. Цена на данный байк составляет 1500 долларов за версию с одной батареей и 2050 долларов с двумя батареями. Серийное производство Ром Эйр начнется в 2023 году. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте ему мощный лайк, подпишитесь на наш канал и жмите колокольчик. Еще больше полезной информации вы найдете на наших ресурсах, ссылки я оставляю в описании. Не забывайте писать комментарии внизу под видео. Ну и на этом я с вами прощаюсь, с вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Не переключайтесь, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!